уважаемые раки всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 3 по 9 января включительно что вас ждет в этот период информация подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех без исключения приглашаю к своему столу что принесет вам первая неделя 2022 года чего вам ждать на что надеяться события этого периода как обычно я рассматриваю в общем основные моменты связанные с вашей работой личной жизнью семьей личную жизнь рассматриваем для тех кто в паре и для тех кто продолжает оставаться в свободном поиске постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайшее время и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карту в которую я достану самой последней в конце основной выкладки вашего расклада и ответит на ваш вопрос поэтому можете сейчас подумать о своем желании вопрос должен быть всего лишь один колода настраивается именно на ваш запрос думайте сейчас напоминаю что это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по студенту и то и другое правильно но таким образом у вас будет больше информации для анализа и так последний срез и мы с вами начинаем ваша первая карта на начало этого периода уважаемые раки все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается не с очень веселой карты и это восьмерка чаш она говорит о том что на кого-то в ближайшем окружении вы обижаетесь это может касаться вашей ближайшие родни родственников может быть вашего партнера или партнерши по этой карте вам попросту хочется сменить обстановку несмотря на то что продолжаются праздники для кого-то это трудовые будни и такое чувство что вам не хватает отдыха общий запас энергии не очень поэтому то что я вижу по картам расклад вас призывает к тому чтобы вы хоть немножечко перезагрузились набрали сил энергии хоть немножко постарались отдохнуть нашли для этого время и на основные центральные события всей этой недели выпало десятка жезлов эта карта как бы дублирует мои слова она как раз и говорит о том что очень много хлопот забот и вы все должны успеть и возможно вы помогаете еще кому-то то есть вы делаете свою работу и может быть на вас возложена ответственность за кого-то из ваших близких при том вы добровольно на себя взваливается вот эту ношу перед вами очень много целей и для вас важна цель как результат поэтому где-то вы даже готовы не обращать внимание на усталость для вас важно в чем-то победа но эта карта призывает вас к тому чтобы многие из вас обратили внимание на опорно-двигательный аппарат позвоночник спина шея голова это все то что может вызывать беспокойство но я вижу что вы просто даже об этом не думаете просто может наступить такой момент что окончательно почувствуете себя крайне усталыми но в центр вашего расклада выпала замечательная карта и эта карта очень активно это рыцарь жезлов если говорить о мужчинах раках эта карта показывает ваши характеристики в этом периоде и то что вы мчитесь на всех парусах вперед навстречу жизни для вас важно что-то взять под свой контроль по этой карте я вижу очень деятельных умных и находчивых людей если говорить о женщинах то большое влияние на вашу жизнь в этом периоде может иметь не один мужчина а как минимум двое возможно один из мужчин относится к вашей работе делам и карты могут показывать супруга для тех кто в свободном поиске могут показывать любого вашего друга или хорошего знакомого но от двух мужчин что-то зависит и два мужчины по поводу вас могут вести активные переговоры если говорить о мужчинах то скорее всего у вас есть друг или коллега с которым возможно вы обсуждаете и финансовые вопросы это что касается бытового уровня по этим картам я вижу спешку во всем не минуты покоя и всю эту неделю вы на ногах в беготне но благодаря этому можете решить многие вопросы теперь посмотрим что происходит у наших семейных пар вашем быту ваших отношениях для вас выпала карта туза жезлов и карта четверки жезлов две карты жезлов тоже карта очень активные и обращаю ваше внимание на то что в центре видите подряд четыре карты жезлов это говорит о том что вся эта неделя для многих из вас будет насыщена событиями и семейных пар это касается тоже потому что в доме происходит движение при том вы являетесь инициаторами любого движения любых новшеств любых перемен и по этой карте вы действительно стремитесь к переменам в вашем доме и в ваших отношениях тоже вы хотите явно что-то улучшить конечно карты показывают огромную привязанность друг другу вас и вашего партнера или партнерши конечно в ваших парах есть чувство есть любовь и четверка жезлов говорит о том что в этом периоде вы вместе чему-то будете радоваться потому что эта карта праздников застолья торжеств возможно кто-то празднует новогодние праздники рождественские может быть у кого-то в этом периоде день рождения из ваших близких но карты очень благоприятные они говорят о том что к вам может кто-то приходить в гости или вы может быть собираетесь кому-то это подарки это приятные сюрпризы это просто отдых и я вижу что здесь вы друг друга дополняете поэтому никакого негатива я не вижу вашем подсознании я вижу материальные хлопоты вы все время думаете о том чтобы на все хватило денег вы все время думаете о том как заработать а если говорить о вашей второй половиночке в его или в ее подсознании идут какие-то новые проекты начинания но связанные со сложностями но вы друг другу будете во всем помогать потому что я вижу что вы свои усилия действительно объединяете если говорить о женщинах раках то ваш супруг готов взять в чем-то на себя основную ответственность и давайте посмотрим что происходит у наших свободных раков для свободных раков выпала карта принцессы монет карта старшего аркана умеренности и карта туза мечей у свободных немножечко чувствуется финансовые ограничения потому что по этой карте есть недостаток денег к вам могут поступать деньги эта карта может говорить о том что у многих есть занятость но это небольшие доходы и это то о чем вы думаете конечно многие из вас думают и о образовательных процессах потому что карта умеренности может говорить о любого рода знаниях и может призывать вас к тому чтобы в чем-то вы подняли уровень квалификации либо чему-то подучились либо в чем-то получили новый опыт если вы сейчас уже чему-то учитесь карта говорит о том что есть определенная база знаний но этих знаний недостаточно и вы должны стремиться к большему в особенности если меня смотрят те кому предстоит поступление сдачи экзаменов или зачетов к чему-то нужно лучше подготовиться многие из вас действительно с нового года хотят начать что-то новое в своей жизни и об этом говорит карта туза мечей возможно на ближайшее время кому-то из вас предстоит оформление важных бумаг или документов или переоформление чего-либо если говорить конкретно о событиях этой неделе то пока приходится ждать потому что есть какие-то внешние факторы есть обстоятельства которые могут влиять на вас и от вас здесь пока не все зависит ваши эмоции крайне напряжены карты могут говорить о том что вам не всегда легко контролировать себя или в чем-то сдерживать но умеренность призывает вас к тому чтобы вы ни с кем в этом периоде не ругались а наоборот старались находить во всем компромисс и общий язык даже если это крайне и сложной жизненной ситуации карта умеренности может говорить о том что чему-то еще не пришло время что-то возможно в пространстве созревает к чему-то идет подготовка либо вам к чему-то нужно лучше подготовиться карта принцессы монет может акцентировать внимание на тех у кого есть дети в особенности девочки обратите внимание на их образование в особенности если девочки подростки или девочки юного возраста здесь вашим дочерям нужно в чем-то помочь но карты могут говорить о том что рядом с вами есть какая-то довольно таки молодая женщина с которой вы может быть обсуждаете вопросы касающиеся и работы и образования и любых новых проектов также карты могут предполагать то что если во что-то нужно вложить деньги то пока денег недостаточно и вам просто нужно подкопить может быть в этом заключается ваша подготовка то что касается личных отношений я вижу что многие из вас готовы к новым знакомствам но даже если эти знакомства и происходят то явно вас не все устраивает в партнере карты говорят о том чтобы вы не спешили выбор будет в особенности если смотрят меня женщины обратите внимание что в крест вашей судьбы видите в центр выпала мужская карта а это говорит о том что не будет никакого одиночества вашу жизнь обязательно войдет достойный человек если говорить о мужчинах вы сейчас больше акцентируете свое внимание на делах и на работе и личная жизнь немножечко отходит на второй план для тех кто встречается у вас есть друг или подруга эти карты говорят о том что тоже не стоит спешить с выводами и у вас и у вашей второй половинки могут быть какие-то затруднения либо с работой либо с финансами тут идет как бы притирка характеров но вы должны понять ваш это человек или не ваш вернемся к нашей центральной карте так как эта карта основных кармических событий в этом периоде и если говорить о мужчинах вам действительно поможет ваша активность если говорить о женщинах то чтобы вашей жизни не происходило без мужской помощи вам не обойтись и давайте возьмем дополнительные карты для тех у кого есть основная занятость по рыцарю жезлов это неплохие доходы для мужчин если меня смотрят женщины то ваши доходы тоже в чем-то могут зависеть от мужского лица для тех кто работает карта для вас это принцесса мечей эта карта может говорить о том что в чем-то вам не хватает информации либо вы из-за чего-то излишне нервничаете возможно кто-то работает под камерами наблюдения кто-то следит за вами либо вы за кем-то в вашем ближайшем окружении есть человек который может выдавать себя за друга или за подругу но это больше женская особо присмотритесь не будьте слишком открыты не будьте слишком откровенны возможно вы понимаете о ком идет речь небольшая конфликтность то есть здесь разговоры с кем-то напряженные и для вас выпала карта старшего аркана смерти она предполагает то что что-то в основной работе пришло или приходит время менять то есть вы должны об этом подумать и что-то по этой карте нужно менять радикально или менять в корне вам как будто бы тяжело развиваться давайте возьмем еще одну дополнительную карту как совет и эта карта короля чаш если говорить о мужчинах раках вы способны выйти из любых затруднений и вы действительно будете способны к вот этим самым переменам о которых я говорю если говорите женщинах то в чем-то вам понадобится мужская помощь видите в вашем раскладе уже третье мужское лицо и давайте посмотрим что ждет тех кто в поиске работы для вас выпала карта туза чаш карта замечательно она говорит о том что работу найти вы можете так плакал что уже в ближайшее время и скорее всего вам кто-то будет помогать либо из друзей либо из родни возможно вы хотите начать свой новый проект вы люди творческие если есть такое в мыслях у вас много может по этой карте получится потому что эта карта высшего проведения божественных сил и того что откуда так вам может идти помощь и давайте посмотрим что происходит с вашими финансами на финансы для вас выпала материальная карта и это семерка монет в дом финансов выпадает денежная карта а это уже радует семерка пентакли конечно говорит о том что вы явно не удовлетворены теми деньгами которые имеете на руках но их достаточно для того чтобы решить многие жизненные задачи я вижу что вы терпеливо трудитесь во что-то готовы вкладываться на чем-то готовы работать для того чтобы зарабатывать больше и такая возможность у вас есть поэтому не стоит отчаиваться даже если сейчас на что-то денег не хватает даже если меня смотрят те кто без работы вообще возможно у вас есть дополнительный источник дохода если такого нет об этом стоит подумать если у вас есть долги или кредиты по этой карте небольшими суммами вы сможете спокойно свои долги перекрывать но если именно в этом периоде вы хотите оформить новую кредитную линию то что я вижу по картам такая возможность есть но не стоит торопиться потому что очень сложно будет отдавать и вы потом сами же на себя будете злиться поэтому лучше воздержаться и рассчитывать на свои силы на свои возможности если есть должники у вас давайте посмотрим если кто-то должен вам отдадут ли в ближайшее время для вас выпала карта короля мечей и эта карта может показывать мужчину из госструктур с помощью которого ваш вопрос может решаться эта карта может показывать любое мужское лицо человека который может оказать на ваших должников давление если меня смотрят мужчины раки то вам кому-то нужно напомнить о том что вам должны и поставить вопрос ребром для женщин мужская помощь снова мужская карта и давайте посмотрим что во внешнем мире на внешний мир выпала замечательная карта это старший аркан звезды конечно же эта карта может показывать любые коммуникации огромные возможности на 2022 год поэтому все те кто не будет сидеть на месте не будет скучать не будет поддаваться панике вы действительно способны много изменить карта звезд многих из вас показывает как людей очень талантливых вы могли бы помимо основного образования которое уже имеете получить еще другие важные дополнительные знания благодаря которым вы могли бы выйти на новый уровень эта карта может показывать соцсети огромное общение и то что многие люди к вам относятся с уважением в своих кругах вы однозначно имеете авторитет и этот авторитет уже работает на вас и давайте посмотрим что в скрытых факторах на ближайшую неделю по истечению этого срока а это те события которые могут войти в вашу жизнь примерно с 10 по 16 17 января и эта карта пожар жезлов карта старшего аркана башни и карта старшего аркана императора вот эти три карты предполагают то что ближайшую неделю будет очень много суеты что-то для вас будет крайне неожиданным и неприятным вот эта карта может показывать форс-мажор любого рода нервозность то что в чем-то ситуация выходит из-под контроля но в конечном итоге все по императору стабилизируется эта карта даже может показывать любые конфликты потери даже финансового характера поэтому если говорить о событиях которые войдут вашу жизнь 10 января то в этот период вам не стоит начинать ничего нового последующая неделя вам нужно будет для того чтобы многие дела вы привели в порядок а что-то в этом порядке явно будет нуждаться возможно даже отношения и давайте посмотрим чем для вас этот период заканчивается на завершение этого периода для вас выпала карта короля монет карта очень благоприятная и если говорить о мужчинах кто-то из вас будет работать даже выходные дни возможно кто-то работает не выходя из дома если говорить о женщинах раках то ваши выходные целиком и полностью зависят от мужского лица это может быть ваш супруг дядя отец брат возлюбленный и этот мужчина будет рядом давайте теперь возьмем карту основного совета на эту неделю для вас выпала девятка чаш и эта карта говорит о том что все таки это еще неделя праздников поэтому не перегружайтесь работой не нагружайте свою голову негативными мыслями а постарайтесь отдохнуть любой отдых пойдет вам на пользу если вас кто-то превышает в гости не стоит себе в этом отказывать я не вижу причин себя в чем-то ограничивать и эта карта говорит о том что если вы себя хотите чем-то побаловать то побалуйте эта карта может показывать ваших близких друзей близких родственников людей которые вас любят которые искренне вас поддерживают и вот эти люди будут рядышком с вами давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала замечательная карта карта джокера эта карта светлых сил конечно же она говорит о том что в отношении вашего вопроса пока есть много неизвестного вот возможно вы себе свой вопрос уже распланировали полностью на будущее и у вас есть четкий план того как вы будете действовать и того какой итог вы хотите видеть но эта карта говорит о том что что-то может развиваться вне зависимости от ваших желаний но не хуже чем вы задумали в любом случае это ответ да на такой позитивной ноте мы с вами этот недельный расклад и закончим я вам всем желаю прекрасного настроения на всю эту неделю подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан если вам нравится подача информации если расклад с вами резонирует не забывайте о том что расклад общий он не может заменить индивидуального но даже в общем раскладе вы можете для себя найти важные подсказки и советы а сегодня всем до свидания а